Полет кувырком. В свободное время Вилли любит мастерить что-нибудь у себя в сарае. Вот и сейчас. Бум-бум-бум, жик-вжик-вжик, бам-дар-дар-дар-дар-дар. И так целых три дня. Интересно, что он там делает? Удивлялись звери. Наверное, кормушки для птиц, сказала белка. А может, скамейку? Предположил заяц. А я думаю, пропыхтел еж. Что он? Но звери не успели дослушать, что думает еж. Внезапно взревел мотор. Дверь сарае распахнулась, и сквозь этот рев донесся голос дяди Вилли. С дороги, с дороги! Раздался ляск и скрежет. И тут звери увидели в клубах дыма дядю Вилли, выседавшего на какой-то странной машине. Вилли потянул за рычаг. Мотор еще немного покашлял, попыхтел и затих. Ну что? спросил дядя Вилли. Что вы об этом думаете? Я думаю, протянула лиса, я думаю, что же это такое? Это моя новая газонокосилка, объяснил дядя Вилли. И похлопал свою машину по корпусу. У нас весь парк зарос травой, а моя старая косилка совсем заржавела. Да то уж на это и буду летать по парку, как птица. Она и правда умеет летать? спросил еж. Вообще-то она умеет только накосить траву, а пропеллер наверху, это вместо вентилятора, чтобы обдувал меня ветерком, пока я управляю косилкой. Дядя Вилли повернул ключ с зажиганием. Мотор опять затрахтел. А ну-ка, скомандовал он, прыгайте все ко мне. Давайте ее испытаем. Звери расселись вокруг дяди Вилли, и он повел косилку по краю луи. Работает, косит, закричал Вилли, увидев, как гладко его косилка срежет траву. А теперь давайте увеличим скорость. Вилли нажал на рычаг, и тут, тут случилось такое, такое. Мотор взрывел. Пропеллер завертелся, как сумасшедший. Казанокосилка к ужасу пассажиров стала подниматься в воздух. Один только ежик не испугался. Она летит, летит, закричал он. Ты настоящий механик, дядя Вилли. А я в этом не уверен, пробормотал Вилли, пытаясь справиться с рычагами управления. А еще он подумал, что поставить пропеллер на газонокосилку была, пожалуй, не самая лучшая идея. Сначала косилка летала по небу, как вольная птичка. Куда захочет, туда и летит. Но дядя Вилли быстро научился управлять ею полетом. С помощью рычагов, конечно же. И теперь она летела по прямой, как настоящий самолет. Звери сразу перестали бояться и закричали «Ура!». Так им понравилось летать. Ведь из них всех только утки да совы сами умели подниматься в воздух. Вдруг барсук как закричит «Осторожно! Дерево!». «Спасибо, барсучок!» – сказал дядя Вилли и резко потянул за рычаг. Косилка взмыла в небо и только чуть-чуть подстригла макушку дерева, как в парикмахерской. Они поднялись высоко в небо и даже ахнули от удивления. «Смотрите!» – закричал Заяц. «Там пасутся овечки!» «Они все вместе похожи на большую ладошку!» «Эта ладошка намашет!» «Но это вряд ли!» – сказал дядя Вилли. «Они случайно так разбрились по лужайке и даже не заметили, что получилась ладошка». «А я думаю, что заметили!» – сказал Заяц. «Смотрите!» Овечки на время устали по-другому. И получился портрет. «Вы сами видите, чей портрет получился!» Тут все звери стали махать овечкам в ответ. Дядя Вилли вдруг очень захотел спуститься туда, вниз к овечкам. Он и не думал, что его желание так быстро исполнится. То ли у пропеллера закружилась голова, то ли ему надоело все время вертеться да вертеться. Он только вдруг взял и остановился, а вместе с ним сразу остановился мотор. «Наконец-то!» – вздохнула лиса. «Как стало тихо и хорошо!» «Тихо-то тихо!» – сказал дядя Вилли. «Но хорошего это мало! Сейчас как прякнемся об землю!» Газонокосилка с огромной скоростью неслась к земле, а вместе с ней камнем летели вниз ее пассажиры. «Жаль, что у вас нет крыльев!» – сказала сова. «Еще как жаль!» – сказал Вилли, пролетая мимо нее. Овечки подняли голову, увидели, что случилось, и от беспокойства забегали по лугу туда-сюда. «Отойдите в сторону!» – григнул дядя Вилли. «Но овечки его не послушались. Наоборот, они сгрудились в кучку, как раз там, куда падали звери и дядя Вилли. И тут Вилли понял, что они задумали. Теперь они не ударятся о твердую землю, а упадут на пружинистый матрас, застеленный мягкими и пушистым одеялом из овечьей шерсти. Первым приземлился барсук. Приземлился и сразу подлетел вверх, как на батуте. Вслед за ним посыпались и остальные звери, и тоже стали подпрыгивать, как мячики. Дядя Вилли, самый тяжелый из всех, и тот подлетел в воздух целых три раза. Когда они, наконец, напрыгались, все стали дружно благодарить овечек за спасение. «Не за что!» – улыбались овечки. «Жаль только, что ваша косилка развалилась». Вилли посмотрел наверху и увидел, что обломки его газонокосилки застряли среди ветвей большого дерева. «Не беда!» – сказал он. «Все равно я больше не буду на ней косить». «Как же так?» – спросил ежик. «Ведь у нас весь парк зарос травой». Вилли вздохнул и почесал затылок. Подумал, подумал и хитро улыбнулся. «Послушайте овечки!» – сказал он. «Не хотите ли заглянуть к нам в гости? У нас в парке растет такая сочная, густая и вкусная травка!» – читал Андрей Зиминой.